Доброе утро! Конечно! Мир прекрасен! Режиссеры, они всегда такие добрые? Обычно я знаю, что они бывают такие злые на съемочной площадке, они ругаются. Да! А вы? Не понаслышке, да, конечно, строгий, злой, серьезный режиссер. Но, конечно, после съемочного процесса приходится извиняться перед съемочной группой, потому что это как бы работа, важен результат, а сам процесс, конечно, строгий. Всегда после съемок извиняйтесь, не до, потому что я знаю очень много режиссеров, которые говорят, я сразу извинюсь, я буду кричать. Нет, я не извиняюсь, я просто предупреждаю, я буду кричать. А потом говорю, я извиняюсь, что я кричала. Ну, мне кажется, это отличная школа для того, чтобы управлять людьми. Скажите, вот лучше всего влияют слова или, возможно, конвертики с премиальными после вот того, как вы... Ну, очень важно, на самом деле, это уважение команды, правильный подбор, чтобы люди хорошо относились к режиссеру, ну, обязательно накормить съемочную команду, съемочную площадку, актеров на голодный желудок, все очень злые, негативные, плохо работают. Вот, ну и, конечно, это премиальные, но в нашем кино, скажу честно, что премиальные нужно очень-очень хорошо заслужить. Сколько лет вы уже в кино? Как вы к этому пришли? Больше шести лет я нахожусь в кино, но это было совершенно случайно. Такая далекая, сложная история, то есть я училась, на самом деле, здесь, в Бишкеке, не на кино, совсем по другой специальности, и совершенно случайно подала свой сценарий на режиссуру. Вот, повезло, прошла по конкурсу, отучилась и вернула сюда, к нам в столицу, к нам в Бишкек, и решила работать именно в этой сфере. Бросила, хорошо оплачиваем, шикарную работу с обалденным боссом, и ушла в кино. Сценарии сами пишете, получается. Да, сценарии пишем сами, но есть люди, которые занимаются непосредственно редакцией этих сценариев, то есть которые, профессионал этого дела, по 20-30 лет уже в этой сфере работают. Про что любите снимать? Душа лежит к драме, буду говорить честно. Во-первых, когда снимаешь самое серьезное кино, тогда больше всего курьезных ситуаций на площадке. Чем серьезнее стиль фильма, тем смешнее съемочный процесс. Но на самом деле наш потребитель, наш рынок требует комедии, требует юмора, более простого и позитивного кино. Поэтому приходится работать и на рынок, и для души. То есть фильм вы снимаете вместе со съемочной группой, потом пересматриваете где-нибудь у кого-нибудь дома в квартире, а выпускаете именно комедии? На самом деле фильмы, которые снимаем драмы, то есть они проходят тоже в кинотеатрах, точно так же транслируются, но это не для кассовых сборов, скажем так. То есть кассовые сборы нужны для того, чтобы снять новый проект, двигаться дальше, вложить деньги в перспективу. А драмы это больше снимается для того, чтобы как-то показать людям, как жизнь прекрасна, показать, что мы должны стремиться к чему-то не сдаваться. То есть это уже творческий процесс. На фестивале? Участвуете в фестивалях? Нет, на самом деле на фестивалях есть бешеное желание, но еще ни разу не отправляли ни один проект, потому что работа, постоянный темп, постоянный контроль каждой ситуации, и приходится очень много времени на это тратить. На самом деле очень-очень тяжело сконцентрироваться, чтобы качественный проект, качественно переведенный отправить на какой-то фестиваль. Сколько времени уходит для того, чтобы снять фильм? Ну я скажу так, что очень многие говорят, что именно у меня уходит очень много времени, Потому что я... Подготовка, наверное, занимает очень... Подготовка очень долго, да. Это сценарий. Есть одно правило, которое у нас в Кыргызстане не часто поддерживают. Это после того, как написан сценарий, нужно переждать месяц или два месяца. И потом прочитать его заново, чтобы понять, то есть где-то какие-то... Отдохнуть от него, отойти от него, забыть, про что писали, и потом заново с чистого листа прочитать. Если сценарий реально интересен, значит, фильм будет хороший. Вот. Поэтому это занимает очень много времени, пока сценарий лежит в уголочке. Занимаемся подбором актеров, съемочной командой. Что вдохновляет? Вдохновляет? Ну, в первую очередь, не буду скрывать, меня вдохновляет самый близкий мне человек. Это мой брат. Он за границей живет, очень далеко. Но он дарит мне бешеную энергетику и надежду в то, что люди, они могут все. То есть это самый позитивный человек, которого я знала, знаю и буду знать. Вот. Ну и, конечно, сама жизнь. Каждый день он разный, каждый день он интересный. Вот. И жизнь... Я думаю, что можно, в принципе, каждого из нас взять, вставать утром, снимать, и это будет интересное кино. И запустить в реалити-шоу, чтобы каждый, как Ким Кардашьян, потом светился на весь мир. Ну, это все шутки шутками, но скажите, Анастасия, все мы знаем, что вы пытаетесь сломать рамки общепринятого в условиях каргайского кинематографа и внести что-то новое, вот что-то свое. Свою изюминку, фирменный стиль. Расскажите об этом поподробнее. Ну, на самом деле, повторюсь, сложно, потому что публика у нас, скажем так, капризная. Избалована комедиями. Да, избалована юмором, избалована легким кино, и все уставшие от жизни, от постоянной борьбы хотят прийти в кинотеатр, расслабиться и выйти с легкой улыбкой. Вот. Я предпочитаю... Потому что жизнь и так сложная, и приходят в кино, чтобы расслабиться, посмотреть, посмеяться. Да, то есть постоянно серый асфальт, там все вокруг серое и грустное. На самом деле, я скажу честно, все вокруг серое и грустное, это потому что люди так относятся к жизни. Жизнь прекрасна, она яркая, и на самом деле драмы и сложные фильмы снимаются не для того, чтобы показать, что что-то где-то плохо, а они снимаются для того, чтобы показать, насколько вам хорошо. То есть посмотрите, как людям бывает плохо, что на самом деле бывает позитивнее и лучше. Конечно. Конечно, чтобы верить, что в сложных ситуациях можно справиться, что можно идти к чему-то большему, чем у нас есть, несмотря на преграды. Потому что сотни тысяч людей чего-то добиваются просто потому, что они не сдались, просто потому, что надо идти. Скажу честно, тяжело. Очень много бывает моментов, которые вот именно в нашей стране. Во-первых, я девушка-режиссер. Это огромная преграда, просто огромная преграда. Все пытаются выдать вас замуж, и все время... Я, кстати, замуж. Даже несмотря на это, постоянно пытаются выдать замуж, и все крутится, наверное, возле этого. Ну, все пытаются надавить на жалость как-то где-то. Просто часто говорят, что если режиссер-девушка, ее просто всерьез не воспринимают. Да, и проблема не в том, что именно инвестор или продюсер не воспринимает всерьез. Проблема в том, что не воспринимает съемочная площадка. То есть, когда работаешь с актерами, в большинстве случаев актеры-мужчины. Ну, как бы мы того ни хотели, обычно главная героиня-девушка, и вокруг нее крутится 2-3-4 мужчины. То есть, обязательно папа, друг, дядя, двоюродный. Ухажер, друг ухажера. Да-да-да, ухажер-ухажера. Но мне кажется, это чересчур прогрессивное для нашего кинематографа кино. Вы же сказали, я пытаюсь менять. В каком стиле хотите себя попробовать? Возможно, снять какой-нибудь арт-хаус? У меня есть один фильм «Арт-хаус». Это фильм «Пять на четырнадцать». Он был давно снят, достаточно-таки с отличной командой. Буду говорить, ну, не скрывая ничего, в Кыргызстане фильм не прошел. Сейчас мы готовим фильм к фестивалю, чтобы он уехал. Это фильм очень сложный, героинозависимый в Кыргызстане. Такая серьезная драма в стиле «Арт-хаус». Но, скажу так, мне нравится снимать такое кино, но фестиваль покажет, стоит ли идти дальше именно в этом направлении. Но «Пять на четырнадцать», если вы добавите, допустим, продолжение «Приключения в бастырях», то мне кажется, что многие поймут и многие с радостью сходят посмотреть, что там происходит. Да, кстати. Ну, на самом деле, если даже просто будет такое название «Продолжение в бастырях», спасибо за идею, надо записать, запишите, пожалуйста. Или «Приключения в бастырях». Ну, на самом деле, Анастасия, вот как раз пляжный сезон, каждый будет приезжать с Иссык-Коля, и каждый найдет вот что-то свое во всем происходящем. Сто процентов. Я напоминаю, в гостях у нас была Анастасия Тынаева, человек, чье лицо необходимо запомнить, несмотря на то, что оно будет светиться не так часто, но ваш труп будет цениться, и я уверен, что вот ваш вклад когда-нибудь принесет действительно дивиденды. И мы с вами, дамы и господа, будем лицезреть действительно качественный кыргызский кинематограф. Вам спасибо большое. Спасибо вам. И обращаемся ко всем телезрителям. Никуда не уходите. Утро лайф на телеканале НТС продолжается.